Агитпроп неоднократно обвиняли в алармизме и даже паникерстве, но снова и снова наши прогнозы, к сожалению, сбываются. О том, что главной проблемой станут искусственные вентиляторы легких, мы рассказывали в январе. Выясняется, что это действительно так, и теперь все бросились искать эти самые вентиляторы. А хранительская пропаганда даже начала себя пятками в грудь колотить. Дескать, есть в России предприятия. Утверждение о том, что в России не производятся аппараты и вейл, полностью ложное. В нашей стране есть три профильных предприятия, и все они находятся в Екатеринбурге. Уральский оптикомеханический завод, Уральский приборостроительный завод и компания Тритон Электроникс. Основная нагрузка сейчас легла именно на УПЗ. Сколько эти предприятия производят, из каких комплектующих и сколько надо? Надо готовиться к тому, что, как в Нью-Йорке, потребуются десятки тысяч аппаратов. Вот так выглядит заводоуправление Уральского приборостроительного в Екатеринбурге. Приватизированного, обанкроченного уже за годы совсем не Ельцина. В сентябре прошлого года, после массовых протестов, мэрия предложила именно сюда, никуда-нибудь сюда, на место завода, воткнуть храм Святой Екатерины. Но каковы же истинные возможности страны по производству аппаратов искусственной вентиляции? Решением премьера Михаила Мишустина 23 марта правительство выделило из резервного фонда 7,5 миллиардов рублей на закупку не менее 5700 аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком определено АО «Концерн радиоэлектронной технологии» Госкорпорации Ростех. Одним из предприятий КРЭД, занимающихся производством медтехники, в том числе аппаратов ИВЛ, является Уральский приборостроительный завод Екатеринбурга. Как сообщили Ньюсру на предприятии, в настоящее время у них нет в наличии ни одного аппарата. Всю технику такого рода компания, как сообщил ее представитель, отгружает под госзаказ. По стопроцентной предоплате заказ приходится ждать 90 дней. Таким образом, требуемая техника будет поставлена лишь к середине лета. Ммм, середина лета. И какое количество, и сколько будут стоить, если стартовая комплектация от миллиона трехсот тысяч рублей. Десятки российских регионов готовы потратить на это дело миллиард. Объявлены тендеры. Но самая крупная заявка от администрации Краснодарского края, она готова закупить аж 36 единиц. В Москве на аукцион заявилась единственная компания ООО «Терапевт». Уставный капитал 11 тысяч рублей. Единственный учредитель некто Хайдар Гуфранов, связанный с компаниями, работающими на аптечном рынке. Капитализм, счастье. Би-би-би-би-би. Би-би-би-би.